Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный гороховый суп с копченостями, с чесночными гренками. И для приготовления нам понадобится кусочек мяса на кости, баранина или говядина, мясо, копченые ребрышки свиные, горох, картошка, морковь, лук, соль, перец, кусочек масла, специи, а также кусочек грудинки. Я уже заранее отварила бульон из баранин, из бараньих ребрышек. И сейчас мы будем готовить уже все остальное. Как я уже сказала, я заранее отварила мясо, варилось оно у меня примерно где-то 2,5 часа. И сейчас я порезала ребрышки на более мелкие кусочки и отправляю их в бульон. Бульон предварительно я процедила. Было сначала 3 литра воды, литр выкипел, и сейчас у меня осталось 2 литра бульона. Куда я и отправила ребрышки барани. Готовила я с бараньими ребрами, чтобы не было чересчур много свинины. И сейчас отправляю в бульон также горох. Горох я замачивала. Существует разное мнение, кто-то замачивает горох, кто-то нет. Я его замачиваю для того, чтобы он более полно раскрыл свой вкус. Сейчас мы все это отправляем в кастрюлю. Даем возможность закипеть. И горох у нас будет вариться примерно 40 минут. В соответствии с этим мы будем отправлять в кастрюлю все остальные ингредиенты. Горох обязательно перемешайте, чтобы он не пристыл ко дну кастрюли. Даем возможность закипеть. И приступим к другим действиям. Итак, бульон у нас закипел, в который мы опустили горох. Мы сняли пенку образовавшуюся. Убавили газ. И сейчас начинаем готовить овощи. Лук порезать мелкими кубиками. Морковь потереть на терке для корейской моркови. Можно ее потереть и на обычной терке, но на такой терке мне нравится больше, что морковь не разварится. А также нужно будет порезать картошку. Картошку режем небольшой, некрупной соломкой. Ее можно порезать попозже, тогда, когда нужно будет опускать в суп. А также порезать грудинку. Режем ее тоже тоненькой соломкой. И также у нас вот такой кусочек ребрышек. Разрежем его на более мелкие такие вот части по ребрышку. Так как оно очень большое, можно еще мякоть с одной из сторон срезать. Чтобы бульон напитался вкусом копченостей, сразу же отправим ребрышки, нарезанные в бульон. В разогретую сковородку налить немножко растительного масла. Буквально не более двух ложек столовых. Добавить сливочное масло. И добавить сразу же лук. Обжарить его до полуготовности. Практически до такого полупрозрачного состояния. И так, как мы видим, лучок у нас слегка зазолотился. И добавим к нему пару ложек горячей воды. Как мы видим, лук, вода из лука выпарилась. И лук стал снова обжариваться. Но он стал уже практически прозрачным. То есть, эта манипуляция позволяет добиться того, чтобы он был очень мягкий и невидимый в супе. Когда лук вторично обжарился на масле в течение 1-2 минут, добавим к нему нарезанную морковь. И всыпем сахар. Убавить огонь и накрыть крышкой, чтобы морковка хорошенечко протомилась. Пока у нас варится горох и тушится морковь, мы сделаем масло чесночное для наших гренок. Делается оно вот таким образом. Два зубчика чеснока. Мелко режутся. Либо можно продавить их через пресс. И заливаются двумя столовыми ложками растительного масла. И таким образом нужно дать смеси постоять 20-30 минут, чтобы масло напиталось чесноком. И в конце сегодняшнего рецепта, сегодняшнего нашего приготовления, я вам расскажу, как делать чесночные гренки. А сейчас мы порежем картошку. У нас уже варится достаточно долго горох, 25 минут. Так как он вымачивался, он уже практически готов. Поэтому сейчас мы порежем картошку, отправим все ингредиенты в суп и будем его доваривать. К этому времени наша морковка стала помягче. Видно, что она такая вот обмякла вся. Можно добавить к ней специи. Из специй я добавляю сладкую паприку, немножко и добавляю смесь специй. Здесь мои любимые специи кориандр, зира молотая, мускатный орех, смесь различных сушеных трав. Слегка перемешиваем, добавляем немножечко водички, чтобы разошлось. Огонь можно прибавить. И выключаем огонь. Итак, у нас прошло 30 минут после того, как мы забросили горох. И он уже практически готов, как я сказала. Все это время я следила, чтобы он не пристал ко дну, перемешивала и также снимала пену, если она появлялась. Добавляем сюда, если вы хотите поострее суп, добавляем красный острый перец, картошку, которую мы нарезали, подготовленную грудинку нарезанную, а также отправляем сюда лук с морковью. Прибавляем огонь, чтобы побыстрее закипел бульон наш снова. Благодаря добавленной паприке, обжаренной моркови с сахаром, бульон приобрел очень красивый золотистый цвет. Запах стоит просто умопомрачительный от копченостей. Выглядит все очень аппетитно и красиво. Сейчас, когда закипит, мы добавим соль и добавим также перец. Бобовые все солят в конце варки, в начале варки их солить не надо. К тому же мы готовим с копченостями, они сами по себе соленые и отдают какое-то количество соли в бульон. Поэтому солить нужно только в конце, примерно как раз за 10-15 минут до готовности, пока сварится картофель. Бульон закипел, вновь убавляем огонь и варим картошку 10-15 минут до готовности, в зависимости от того, как вы ее порезали. За 5 минут до окончания варки добавляем лавровый лист. Итак, прошло у нас где-то 12 минут, я попробовала, картошка уже готова. Также достаточно соли, достаточно перца, ничего добавлять не надо. Объем супа у нас получился 3 литра и, как видите, суп получился довольно густым. Если для вас это очень густо, то вы можете уменьшить количество гороха. И сейчас мы суп должны закрыть, выключить газ и дать ему настояться минут 15-20 для того, чтобы он хорошенько отдохнул, пропитался всеми соками и стал более однородным. Итак, суп у нас настоялся, запах на кухне и в доме стоит просто невероятный, получился он очень вкусным. Его можно украсить зеленью любой, лук, петрушка, укроп, все подойдет. И также украсить, посыпать гренками. Гренки, как я сказала, мы приготовили самостоятельно, они чесночные, готовить их очень просто, то масло чесночное, которое я вам показала, как готовить. Режем батон, примерно пол батона на то количество и выливаем масло на батон и затем перемешиваем и выпекаем в течение 5-7 минут в духовке в разогретой до 180 градусов. Рецепт с фотографиями, как приготовить гренки, вы можете увидеть на блоге, ссылка будет внизу под описанием. Итак, дорогие друзья, такой суп у нас получился, очень вкусный, ароматный. Готовьте его и кушайте на здоровье. А также не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Я с вами прощаюсь, всего вам доброго, до свидания! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok